Друзья, всем привет! 10 мая, понедельник, 2021 год. Разберем сегодня несколько матчей, посмотрим, что есть. Разберем еще вчерашние события, что зашло, что не зашло, почему не зашло, что случилось, почему так именно команды сыграли. Сразу подписка лайк, потому что только я рассказываю технологию, как я разбираю матчи, только я рассказываю бесплатно выигрышные стратегии, и сейчас вы в этом убедитесь. Ребята, я просто вам сейчас все расскажу и покажу. Итак, мы сегодня берем и начинаем с обзора. Например, возьмем итальянский чемпионат. Я предварительно посмотрел, просто так в эфир не выхожу. Смотрите, вот у нас 35-й итальянский тур. И мы видим, что в 7 матчах проходят обе, забьют. И остается еще у нас в 7 из 8. Это говорит о том, что план перевыполнен по ОЗ. И понятно, что последние 2 матча вряд ли будет ОЗ. Ну почему? Ну вот теория вероятности. И мы вот видим, Рома Каратони 5-0, Ювентус Минолан 0-3. Все. То есть, обе забьют, не прошло, не там, не там. Итальянский чемпионат. Всегда говорю, ребята, голова в втором тайме. Смотрим. Во всех 10 матчах были голова в втором тайме. Ну, заиграйте там как-то. Значит, каким-то... Можно как-то экспрессом заиграть. Можно... Есть итальянская придумала. Итальянская ОЗ. Что такое? На 15-й минуте берите полтора больше. Или там обе забьют. Все. Вот. Будьте всегда в плюсе. Вот такая вот стратегия. Почему Ювентус проиграл Милану? Ну, во-первых, Ювентус вообще в принципе проиграл первый раз на этом стадионе после открытия с 11 сентября 2011 года. Значит, наша ставка на этот матч была в группе 3,5 меньше. Почему? Я посмотрел очень много голов в Италии. Вот. И пришел к выводу, что в этом матче будет меньше 3,5. Коэффициент был 1,40. По-моему, даже было больше. Но я брал на 2-3 минуте. Они начали когда играть. Вот и все. И все. Не надо никакие сходы. Почему? Потому что мы читаем по статистике Тура и по статистике игрового дня. А Тур, напомню, ушел 8-9 числа. Вот так вот мы вычислили выигрышную ставку. Да, коэффициент невысокий. 1,40. Ну, ребят, кому кажется, что маленький коэффициент, поставьте 100 тысяч туда. Поставьте 100 тысяч. На 3,5 меньше. И все. Значит, вот следующий берем. Например, французский тоже. Вот анализировал я, да. Берем французский чемпионат. Мы видим, что во Франции очень много голов было к последнему матчу Рен-ПСЖ. ПСЖ шел по фаворитам. Фаворитам так же, как и Вентус, так же, как и Реал. Вчера ни один фаворит в последнем матче, например, в последнем матче не выиграл. Я в своей группе делаю упор всегда на последние матчи в воскресенье. Я говорю, ребят, самые заходимые ставки это воскресенье вечером последний матч в туре. Вот смотрите, берем Францию, да. Беглый взгляд нам позволяет увидеть, что ни одно ничьи, ни одно ничьи. Обе забьют было, считаю, мало ОЗШ было. Раз, два, три. То есть, из девяти матча только 33% на ОЗШ. Это первое. И очень много голов. Поэтому мы предполагаем, что Рен-ПСЖ скорее всего будет голов мало, меньше трех, и скорее всего обе забьют. Ну, так назовите мне счет, который, чтобы обе забьют было, и чтобы было меньше трех. Это только 1-1, и больше никак. Ну, посмотрите, как они сыграли. Они так и сыграли 1-1. Вот и все. А зачем было брать победу ПСЖ? И ПСЖ стало меньше 15 фолов. Ну, 12 по фолам. Вот такие. То есть, это вычисляется... Откуда я это знаю? Ребят, я очень долго играл в спорт лото, еще в советские времена. Потом я очень долго сидел на бирже. Я сейчас на бирже сижу. Нужно анализировать движение, значит, торговые сигналы, так называемые, подсказки и так далее. То есть, нужно считывать информацию, вот тебе не то, что там в сирену как это присылать. Вот ты видишь, есть торговый сигнал. То есть, если это, значит то. Вот это последовательность, понимаете? Вот в русском менталитете, вообще в русской логике, я бы так сказал, да, нарушена причинно-следственная связь. Помните, Задорнов говорил, вот у нас программа сбилась, программа сбилась. В итоге, Задорнова, когда Задорнов начал критиковать Путин и правительство, его просто заразили раком. Я могу вам сказать, что раком можно заразить. И Задорнов умер. Вообще, вот он лев по зодиаку, да, 21 июля. Львы очень много умирают от рака. Это и Ого Чавес, и вообще, многие президенты Латинской Америки умерли от рака. Почему? Потому что американцы их заразили. Рак, некоторые виды, некоторые, подчеркиваю, не все, но некоторые виды рака заразные. Например, рак желудка. Значит, давайте чемпионат Испании посмотрим. Что мы видим в чемпионате Испании? Из шести хозяев поля, ой, из десяти хозяев поля, в девять матчей сыграли, в шести хозяева забили ровно два мяча. Вот счета 2-0, 2-2, 2-1, 2-2, 2-4, 2-2. Очень много. То есть, как это заигрывается? В окончательном счете будет цифра 2. Есть такая ставка. И мы, значит, смотрим, что, во-первых, в Испании 4 ничьих было. 2-2, 0-0, 2-2, 2-2. То есть, вряд ли Бетис Граната вот сегодня сыграет 2-2. И вряд ли будет ничья. Но нам надо считать, сколько побед хозяев, сколько побед гостей. Поскольку было 4 ничьих, то это уже вряд ли, я повторюсь, будет 5-й. Смотрим, сколько побед хозяев. Раз, два, три. Три победы хозяев и гостей две победы. Так, значит, 3-2 в пользу хозяев. Значит, смотрите, не обязательно, что по победам должно быть 3-3. Не обязательно. Может быть, и 4-2 в пользу хозяев. То есть, вполне может здесь Бетис выиграть у Гранаты. Во-первых, Бетис или Бетис идет на седьмом месте, Граната идет на десятом месте. Здесь надо смотреть глубже. То есть, 51 очко у Бетиса, у Гранаты 45. Вот. И пока я не заболтал, смотрите, что получилось. Вчера Реал играет Севилья. Наша ставка, знаете, какая была? Фолы меньше 26,5. Коэффициент 1,70. Они набрали 18 фолов. Вот и все. Таким образом, вчера было вычислено Ювентус-Мелан 3,5 меньше, тут фолы. И Рен-ПСЖ можно было на 90% точно счет 1,1 предсказать. По моей методике, по авторской. Вступайте ко мне в группу 250 рублей. Стоит регистрация. Также переходите по ссылке, закрепленной в комментариях. Региструйтесь в Малбете, используй мой промокод. Завтра начинается у нас баскетбол, плей-офф, ВТБ, 3 матча. Баскетбол у нас на ура заходит. По лесенке мы по-прежнему на уровне 4,5 тысячи так и сидим. Почему? Потому что я в Абанк не иду, на выходных активность маленькая была у группы, и группа мало дает мне рекомендации по ставкам. Поэтому я ставлю маленькие суммы. Но вчера мы плюсанули. Из 5 ставок 4 зашло. Не зашла ставка Ювентус забьет, но я ее продал в начале второго тайма. Почему? Потому что я вижу, что заходит 3,5 на меньше, я вижу, что заходит Фалл и Риала на меньше, я вижу, что день плюсовой. Поэтому я избавляюсь от всех ставок. Ставку Ювентус забьет я продал с небольшим дисконтом, а Ювентус Милан тотал 3,5 на меньше, когда счет был 1,0. Я тоже продал, но я там заработал. Таким образом, я поставил, грубо говоря, 100 рублей, и 100 рублей назад эти вернул. Вот и все. В итоге 3,5 на меньше зашло. Этот Ювентус забьет не зашло. Но я ничего не потерял. Я заработал на другом. Я вижу, что день плюсовой. Понимаете? Брал фалы Арсенала, например, с Вестбромичем. В первом тайме был 1,4 по фаллам. Я беру 17,5 на меньше. Они получили 16 фаллов. Вот такие моменты. Если день плюсовой, я вижу, что какая-то ставка подвисает, я выхожу. Выхожу, понимаете? То есть я фиксирую прибыль. Это называется зафиксировать прибыль. День должен быть плюсовой. Надо выйти в плюсе. Вчера многие вышли в минусе, потому что я посмотрел по рефералам. То есть я в цены партнера Малбета, я вижу, что вчера многие проиграли. Почему? Потому что брали победу Реала, победу Пассажира, победу Ювентуса. Ну, в лаве, ребята, говорю 100 раз, значит, в самый последний момент берем ставку на последний матч в воскресенье вечером. В самый последний момент. Пока все не закончили и говорил это еще позавчера. Не ставьте вы утром, в субботу или утром, в воскресенье победу Ювентуса с Миланом. Посмотрите, как все закончат. Посмотрите, как вся Испания сыграет, все как сыграть по ним. Вот такие вот моменты. Потом, вот, например, вы играете желтые карточки или угловые. Но вы посмотрите в начале, вот статистика, которая, сколько изначально вам букмекер дает угловых в этом туре, сколько он дает желтых. И вот у вас остается последний матч. Ну, вы считаете разницу, сколько останется. В этом матче должно быть, значит, вот эта разница. Если букмекер, например, дает вам там, условно говоря, там 80 угловых, да, в этом туре, а они подали 70, а остается последний матч Ювентус с Миланом, значит, ну, 10 угловых будет. Вот как-то так. Ну, я вот технологию вам рассказываю, как это делается. Почему? Да потому что букмекер уже знает все заранее, как правило. Туда вот никто не лезет в эти угловые, в желтые никто не лезет, в фалы никто не лезет, в тоталы мало кто лезет. А там именно идет весь заработок, там идет плюс. Итак, Бетис Гранада у нас наконец все. Я надеюсь, я вам рассказал, убедил, что это моя группа, потому что вы получите такие знания колоссальные вот в моей группе, не только от меня, а других. Вы нигде их не получите. Не за 100 тысяч рублей, как у Игорька там, да, а за копейки называют, за билет в кино. Значит, смотрите, что у нас получается. Вот Бетис Гранада мы не знаем, да, вот вообще испанский чемпионат очень трудный, очень тяжелый, да. Вот, ну давайте смотреть. Во-первых, Бетис сыграл ничью все оставшиеся, все последние матчи. Шесть ничьих подряд. Из десяти последних только одно поражение от Севильи в гостях, один-ноль. Вот, понимаете, то есть у Бетиса ничья один-один, один-один, два-два, ноль-ноль, ноль-ноль, один-один. Понимаете, в этом туре уже было четыре ничьих, но пятый вполне может быть. То есть они играли второго мая с Валидолидом один-один. Значит, Гранада, Гранада наоборот, ничего не играет. Это полный трэш. Вот это Испания вообще, Россия. Смотрите, вот как играет Гранада. Последние восемь матча Гранада играет. Победа-поражение, 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 Победа-поражение. Ну, это вот сейчас очередь победы. Понимаете, как это заиграть? Да очень просто. Как совместить, что, например, Гранада не проиграет, а Бетис играет в ничью? Ну, наверное, двойной шанс. Мне кажется, на Гранаду наверное двойной шанс. Вот как-то так. Почему? Потому что в этом случае на Гранаду двойной шанс. потому что если будет ничья который так любит Бетис то продолжится его тенденция это первое и второе продолжится Гранада то есть нам нужно найти такое компромиссное решение которое бы учитывало продолжение обеих тенденций еще раз ребята Бетис играет все время в ничью у Гранады очередь победы как это соединить двойной шанс на Гранаду если она выиграет у нас заход если ничья у нас заход если ничья то обе тенденции остается посмотреть коэффициенты коэффициенты на Гранаду 4.55 но даже вот 1х ставка 4.60-4.80 сколько дают на ОЗ довольно таки много и как они играют между собой последняя игра значит Гранада их обыграла 20 декабря 2.0 Бетис должен отомстить но играли в 20-м году 15 июня в том году 2.2 извините на поле Бетиса Гранада опять думаю 1.0 4.1 то есть Гранада у себя их обыгрывает там Бетис обыграть их не может я думаю здесь фора плюс 1 на Гранаду учитывая такой бешеный коэффициент 4.5 на Гранаду почему они должны проигрывать это первое значит они в 5 матчах вот с ними вот играют смотрите на поле Бетиса 2.2 2.2 2.0 0.0 то есть опять цифра 2 цифра 0 опять вот ну я не знаю вот но 2.0 это через 16-й год мне кажется чересчур будет и Гранада по-моему многофалящая команда по-моему она желтых много получает ну там можно заиграть какие-то эти это будет в группе все итак хватит с этим матчем теперь вот мы берем Англию Фуллэмбернли открываем Фуллэм я говорю по-английски потому что Фуллхэм это неправильно Тоттенхэм это неправильно это Тоттнем по-английски Саусэмптон а не Саусэмптон и так далее и вот мы открываем чемпионат Англии и давайте сейчас попробуем разобрать его по моей значит методике первое что мы смотрим это ОЗ в Англии мы знаем что ОЗ только 50% в этом туре перевыполнен план по ОЗ смотрим ОЗ раз два три четыре пять шесть шесть матчей на ОЗ из девяти ребят это 66% это многовато если будет Фуллхэмбюрли обе забьют то соответственно будет 70% будет ли это преступление но это многовато понимаете многовато то есть мы исходим из того что ОЗ скорее всего нет но счет 1-1 никто не отменял смотрим были ли ничьи в этом туре нет ничьих не было не было ни одной ничьи значит здесь высока вероятность ничьи это первое соображение значит тотал меньше трех почему потому что многовато голов считаем сколько голов забито да вот сколько забили например хозяева считаем 5 6 10 14 голов забили хозяева считаем сколько забили гости 5 9 10 15 14 15 прибавляем 29 в 9 матчах делим то есть более трех голов в среднем за игру это многовато в Англии это 2,6 2,7 здесь уже более трех то есть план перевыполнен таким образом вычисляется что здесь должно быть меньше трех уголов и все но это как бы предварительная статистика тура да и так же самое Урал-Ростов я разобрал и Спартак-Химки то есть в группе это все будет позавчера я делал этот репортаж видео да и так мы теперь смотрим фуллум Берли проверяем на флешскоре так ли это на самом деле готовы ли они сыграют на тотал меньше нет не готовы они играют на тотал больше но они играют на кубок на кубок 24 января в этом году 0-3 Берли их обыграло но 3 меньше все равно возврат 18-й год 4-2 фуллум 16-й 2-3 Берли 10-й год фуллум 3-0 и 1-1 был этот кубок ну и понять это кубок то есть вот из этих матчей когда они играют вот в АПЛ только один раз было больше трех голов но мало ли что там было понимаете статистика это такая вещь которая говорит о том что она довольно таки сильно работает вообще эти команды играют полтора больше я смотрю у них полтора больше все время проходит еще в Англии есть такая фишка что вот если тур начался результативный весь тур может быть результативный и даже последний матч может тоже быть что-то типа 4-2 поэтому здесь надо что-то другое заигрывать ребята что-то другое здесь надо заигрывать поэтому мы смотрим смотрите в чем итак фуллум стоит на вылет ему нужны очки Берли никуда не вылетает 36 очков у них они соседи по турнирной таблице товарищи по несчастью 18-е 18-е место 9 очков отрыва фуллума от Берли если фуллум их обыгрывает набирает 30 очков что им это дает возможно будет играть в каких-то переходниках почему потому что Вестбрович проиграл и распрощался уже вроде бы с АПЛ какая здесь у кого мотивация будет вот здесь конечно это все ребят лотерея вот я бы серьезно скажу вам это надо знать специфику английского чемпионата фуллум в этом сезоне дома последние 4 матча проиграл 0-1 0-3 1-2 0-1 то есть ну 3 с половиной меньше вот проиграл здесь надо знать регламент 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 то есть что дает победа фуллуму что она ему дает вот теперь смотрим все-таки коэффициент 3 с половиной меньше все-таки мне кажется 3 с половиной меньше должно здесь быть почему еще матч вынесенный он как бы один он должен быть какой-то скучноватый какой-то вот значит больше меньше смотрим ну дают 3 меньше рубль 50 3 с половиной меньше дают рубль 30 вот как-то так и значит надо посмотреть что еще надо посмотреть надо посмотреть обязательно какие матчи остались у фуллума сколько матча осталось с кем он играет как он будет идти по трассе какие планы у него вообще на будущее как он будет распределять силу может быть они этим сольют у кого-то там выиграют следующую игру итак календарь значит у фуллума еще довольно-таки много матча осталось и 4 матча и он в них может набрать 12 очков то есть он теоретически может догнать и перегнать вот этот несчастный пресловутый бёрдли вот и поэтому здесь я думаю что фуллум должен забивать вот такие вот мои мысли пожалуй не буду я забалтывать это слишком долго получается у нас история я надеюсь что я вам рассказал много интересного вы узнали из этого ролика поэтому вступайте ко мне в группу я в группе целый день с утра до вечера и с утра просыпаюсь сразу в группе ложусь спать тоже в группе весь день я слежу за событиями что кто в группе пишет отвечая на все вопросы и особенно в лайве поэтому еще раз переходите все на малбет регистрируйтесь там потому что в баскетболе есть такая ставка именно малбет дает супер фора и супер тотал если полтора очка вы промахнулись то малбет вам возвращает деньги но для этого нужно играть в малбете по моему промокоду также вы получите большой фрибет ссылка будет в комментариях и в описании также будет ссылка на мою группу ватсапе всем привет из Сочи в Сочи прекрасная погода вчера было холодно дождь потом распогодилось сейчас где-то около плюс 20 я собираюсь идти на тренировку вот и у кого есть вопросы по Сочи задавайте пишите и по спорту тоже всем привет всем удачи жду всех в группе пишите пока не забывайте